Всем привет, с вами я Алина, и сегодня я снимаю новый читательский влог, начинаю новый читательский влог. Вы очень просили, вы очень ждали, и вот, наконец-то, он вышел. А начинается с того, что я стою около своей полочки, и мы сейчас вместе с вами выберем книжку, которую буду читать. Начнём с того, что сейчас 12 февраля, и я не прочитала ещё ни одной книги в феврале. В общем, да, вот так вот на меня влияет учёба, я вообще не хочу читать. Книга «Наследница журавля» Джоан Хэй, я думаю, кто смотрел планы, тот видел эту книгу у меня там. Посмотрите, какая она красивая, я просто не могу, и вот к этой книжке, как раз, мне кажется, у меня больше всего руки и тянутся. Так, у меня тут волосы летают. Так, да, вот, всё, я чувствую, что эта книга мне сейчас нужна, очень хочу начать. Хотя, в принципе, я не особо погружена в сюжет этой книги, я знаю, что есть открытая концовка, что ужасное. Что самое ужасное, наверное, но, в принципе, сейчас я к этому готова, и очень хочу начать эту книгу. Вот, как всегда, показываю вам аннотацию, хотя я сама её не читала, и, в принципе, прям сюжет книги хорошо, я не знаю. Вроде бы действия происходят в Китае, и я точно в этом не уверена. Даже в этом я, честно, не уверена. Книжечка у нас такая прям объёмная, 530 страниц, но глав тоже достаточно много. Я, в принципе, люблю, когда много глав, и шрифт такой очень-очень приятный, то есть читать будет комфортно. Так что всё, берём эту книгу. Первая книга в этом влоге, возможно, единственная, не знаю, как пойдёт, будет «Наследница журавля». Надеюсь, мне понравится. Ну, а перед тем, как его начать, мне нужно ещё немножечко закончить все свои дела. Вот мой ежедневник. В моём ежедневнике есть в видео на моём канале, вы можете его посмотреть. Мы с вами оформляли вот эти вот разворотики. И вот сейчас неделя, которая у нас идёт. Мне так нравится, как я её оформила. Просто, знаете, стиль. Я перешла от этого стиля к этому стилю, и мне безумно нравится, как это всё выглядит. В общем, у меня вот сейчас идёт среда, и я ставлю галочки, что я выполнила. Я выполнила всё, и ещё один план. А у меня всё уже не помещается. В общем, мне нужно ещё написать, начать влог и начать книгу. Как это всё уместить? В общем, сейчас попробую это написать здесь. Всё, со средой мы с вами закончили. Я всё сделала. Теперь с ежедневником всё. Ну, и мне осталось собрать рюкзак. Завтра у меня, кстати, только английский. А это значит, что я закончу... У меня получается с 9 до 11.20. Где-то пол первого я буду дома. Я этому просто безумно-безумно рада, конечно же. Сейчас я соберу свою сумку. Меня, кстати, некоторые просили снимать мотивирующие влоги, именно связанные с учёбой, учись со мной и так далее. Я думаю, вы знаете такие влоги. Напишите ваше мнение в комментариях. В принципе, я могу и снять такие влоги. Параллельно снимать чайльские влоги. Параллельно снимать влоги, учись со мной. Время, кстати, у нас уже, на самом деле, 11 часов. И нормальные люди, которые соблюдают режим, уже ложатся спать. Вот. Я только хочу начать читать книгу, но просто спать я совсем не хочу. И вот перед сном думаю прочитать хотя бы страниц 50. Хотя бы начать. Время уже очень-очень много. Уже без 20 часа. Я всё ещё не сплю. Уже нужно срочно ложиться спать, так как вставать мне полседьмого. В общем, да, режим у меня просто ужасный. Но я с собой очень довольна, потому что я прочитала 107 страниц. И могу сказать, что мне пока что безумно нравится. Здесь, знаете, мне чем-то напоминает драма. Здесь я была права, здесь это происходит в Китае. Здесь у нас дворцовые интриги, которые я просто обожаю. И напоминают всякие исторические драмы, описания вот этих вот именно архитектуры. А различных костюмов. Это мне всё безумно нравится. Я вообще как бы любительница драма. И исторические драмы люблю. Поэтому я думаю, что эта книга мне зайдёт. По крайней мере, вот эти вот первые 100 страниц. Мне было безумно интересно читать. И мне очень-очень нравится пока что. Вот. Но сейчас я ложу спать. Завтра приду пораньше. Я думаю, отдохну и обязательно продолжу читать эту книгу. Потому что мне безумно интересно, что же там будет в конце. Но, конечно, мне покоя не даёт то, что книга с открытой концовкой. И говорят, что концовка это совсем-совсем не радужная. В общем, посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, вот я уже и пришла домой. День очень хороший. У нас становилась настоящая зима. Очень тепло. Ну как бы тепло. Идёт снег. Он не тает. И у меня такая прям самая идеальная температура. Ветра нет. А вот также сегодня у меня был только английский. Мне очень понравилось, как он прошёл. В общем, всё очень-очень круто. Сейчас я буду переодеваться. Пойду покушаю. Отдохну, наверное, немножко. И уже хочу начать книгу. Начну продолжу читать. Всё. Мы с Симаней обнимаемся. Скажи всем привет. Всем привет с Симаней. Вы меня давно не видели. Так что всем здрасте. Я уже взяла книжку. Поняла, что меня просто урубает. Очень хочу спать. В общем, сейчас хочу начать читать. Если уж прямо очень сильно захочу спать, то посплю немножко. Но пока у меня началась уже вторая часть. Наверное, это часть же означает. Вот. И седьмая голова. Задалось у меня днём с чтением. И в итоге я прочитала только 50 страниц. Потом на что-то отвлеклась. Пошла смотреть видео на ютубе. И в конечном итоге заснула. Проснулась где-то, наверное, час назад, поужинала. И вот уже читаю книгу. Прочитала ещё 50 страниц. В итоге я дошла до 200 страниц. И сейчас ещё буду читать. Мне очень сильно нравится. На самом деле даже не понимаю, будет ли тут романтическая линия. Хотя тут уже есть кое-какие намёки и так далее. Надеюсь, она всё-таки здесь будет. Потому что пока что, знаете, намёки есть. Но не совсем понятно, как бы, кто знает, что на самом деле будет. А ещё у меня сейчас закладка вылетела. Прям, знаете, читаю эту книгу. У меня прям напоминает этот сюжет. Весь вот этот антураж прям дараму напоминает. И это мне прям безумно нравится. Мне нравится главная героиня Хасина. Она такая прям боевая. Честная, правильная. Именно такой должна быть королева. В общем, она борется за справедливость. У нас всякие королевские интриги. Тайны расследований и тому подобное. Также, конечно же, Акира. На самом деле непривычно. Потому что у нас здесь, как бы, Китай. И тут у нас голубоглазный юноша с карими волосами. Я прям этого не ожидала. Но, как бы, прям интригует, интригует. И я не могу. Посмотрите, какая бложка. Она настолько прекрасна. Так, всё. Я читаю дальше. Не знаю, на самом деле, сколько сегодня прочитаю. Как пойдёт. Но не думаю, что слишком много. Ещё, кстати, вчера я сделала заказ на лабиринте. Заказала целых три книги. Это серия книг, с которой я хотела познакомиться очень давно. Это... Пока не буду говорить, что. Возможно, вы догадаетесь. В общем, недавно вышла третья часть. Это у нас трилогия. Королевские интриги. С этим автором я уже знакома. У меня знакомство не совсем удачное. Но я уверена, что мне понравятся эти книги, по крайней мере, по отзывам, по сюжету. И, в принципе, по всему. Я уверена, что мне их должно понравиться. Я сочетаю комментарии под своим новым видео, которое я выложила сегодня. И просто мне настолько приятно, когда вы мне пишете комментарии. Для меня комментарии это просто все. Это настолько большая отдача. Они настолько сильно меня заряжают позитивными эмоциями и вдохновением на съемку видео. Поэтому, ребят, я вам очень благодарна тем, кто пишет комментарии. Для меня это очень большая отдача. Ну что ж, я сегодня прям довольна собой. Посмотрите, сколько я прочитала. И я дошла до 355-й страницы. И сейчас просто, мне кажется, начинается полная жесть. Тут безумно напряженные моменты. Они, в принципе, и до этого были. Но сейчас просто здесь страсти так накаляются. Я думаю, что вот сейчас я уже на сегодня закончу. Потому что я понимаю, что потом я просто не смогу остановиться. Я так могу до утра читать. Поэтому оставлю на завтра. У меня осталось меньше 200 страниц. Возможно, завтра это читаю. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Но мне кажется, что эти вот последние 200 страниц, они будут сумно интересными. Вот. И у меня скоро начнется уже третья часть. Но сейчас начала происходить полная жесть. Серьезно. Ну что ж, всем привет. Я уже пришла домой. Честно, я очень-очень сильно устала. Очень вымоталась. Сегодня был такой, ну... В принципе, день несложный по предметам. Но физкультура меня очень вымотала. Я мало поспала. Физкультура нас длила ей 2 часа. И, в общем, все там очень сложно было. Поэтому просто я сейчас бесил. Сейчас пойду кушать. Я сейчас отдохну. Мои потом покажу книги. И, возможно, сегодня почитаю. Но не обещаю, что я почитаю много. В общем, посмотрим, как пойдет. Потому что сейчас я хочу очень сильно спать. И больше ничего не хочу делать. Ну что ж, что-то я совсем разленилась. Уже вечера. Я вообще никак не могу показать, что уже на самом деле я заказала. Что же это на самом деле за серия. Сейчас я буду открывать. И на самом деле не знаю, почему так получается. Я когда не снимаю влоги, я вообще себе книги не покупаю. А когда я начинаю снимать влоги, так у меня столько заказов всяких различных. Вот у меня здесь 3 книги. Я себе еще 3 книги заказала. Вот. Скоро, кстати, я думаю, выйдут книжные покупки. Книги покупаю редко. Но я все покупаю до достаточно большого количества. Ну, на самом деле, не знаю, снимать ли книжные покупки. Напишите, если вы хотите. Они будут небольшими. Вот. Но если хотите, то я, конечно же, сниму. Ну что ж, давайте уже вместе с вами скорее открывать, смотреть. Я достаю эти книги. И да. Вот. Та самая трилогия, о которой я вам говорила, это Холли Блэк, Жестокий принц, Злой король и Королева ничего. Давно, кстати, не заказывала книги с лабиринта как-то. Но вот эти вроде бы в идеальном состоянии. Я их не рассматривала еще. Но в пункте с самовозом мне как показалось, что они прям в идеальнейшем состоянии. Давайте посмотрим. Вот первая книга, она распечатана. Это Наш Жестокий принц. Как-то странно, что первый час 16 плюс, остальные 2,18 плюс. Ну да ладно, меня это не колышет. Красивые очень книги, как всегда. Просто посмотрите, какая красота. Очень приятный шрифт. Такой достаточно крупный. Да, ну, как всегда, Freedom, Freedom всегда радует. Я просто безумно надеюсь, что мне понравится эта серия. По крайней мере, по сюжету и королевские интриги, всякие дворцовые интриги для меня это все. Я это просто обожаю. Давайте открывать вторую и третью часть. А сейчас я не поняла. Это какой-то прикол. У меня вторая часть в двух пленках. Посмотрите, какие тут красивые растения. Это похоже на водоросли. Ну, что я могу сказать в этот раз. Лабиринт меня безумно порадовал, потому что все книжки в идеальнейшем состоянии. Я их заказывала со скидкой 40%, и это, конечно, очень здорово. В общем, безумно рада покупатчикам своим. Надеюсь, что серия окажется такой же прекрасной, насколько прекрасны ее обложки, а может быть, даже и лучшие. Но, по крайней мере, я возлагаю большие надежды. Плохих отзывов я практически не слышала. Ну что ж, в итоге меня просто-напросто вырубила, потому что я видео смотрела, дотянула до 10, так еще не начала читать. Сейчас хочу начать. Вот. Также папа мне принес вот такой вот чубик. На самом деле, я такие уже очень давно не ела. Это вообще чуп-чупсы из моего детства. Я такие раньше очень часто ела. Даже не знала, что они до сих пор продаются, но я помню, что они безумно вкусные, поэтому я сейчас буду есть этот чупа-чупс и читать книгу. На самом деле, сегодня уже хотелось бы дочитать, но не факт, что получится, потому что еще почти 200 страниц. Просто мне очень хочется начать уже «Жестокий принц» читать. И, как бы, не знаю, либо сегодня на следствии «Жестокий принц» читаю, либо завтра утром. Я все-таки дочитала сегодня книгу, потому что последние страницы были безумно напряженными, я просто не могла оторваться. И что я могу сказать? Конечно, просто конец мне сделал безумно больно, потому что концовка открытая, открытый финал, книга совершенно не закончена. Кому есть есть намек на продолжение, но вроде бы сказали, что продолжения не будет, что автор не будет без продолжения. Просто это настолько больно, потому что я очень полюбила Хэссину, это прекрасная главная героиня для меня. И сама история, она безумно, ну, лично, она мне безумно понравилась, потому что я слышала противоречивые отзывы, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но я в восторге от этой книги. Особенно, если вы смотрите какие-то исторические дорамы, то я уверена, что вам зайдет эта книга. Вот, ну, конечно, то, что здесь открытая концовка, это не очень хорошо. Опять же, книга зайдет, я думаю, не всем, она не всем понравится, вот, но, как будто разгадать нельзя. Лично, я очень теперь люблю эту историю, и остается только плакать с болью на сердце, потому что продолжения нет, и на самом деле очень сейчас больно это сознавать. наверное, вот я сейчас вам говорю, я его только что, только что дочитала, и только сейчас до меня доходит, то, что все, я не смогу понять, что же на самом деле там произойдет. Остается только догадываться, придумывать тебе хороший финал, хэппи-энд и так далее. В общем, все очень сложно, даже некуда ее ставить, вот, поэтому, наверное, давайте положим ее сюда, она у меня просто здесь стояла красивенько, так, сейчас здесь лежит теперь эта серия, то положу ее сюда, вот, но на этом было все, сейчас я уже, думаю, что-нибудь посмотрю на ютубе и пойду спать, потому что, хоть я днем и спала, но я как-то очень сильно устала, вот, и еще мне нужно собраться с мыслями и еще раз обдумать эту книгу, и в общем, да, все, всем до завтра, всем пока-пока. Всем доброе утро, просто посмотрите, какая у нас красота на улице, очень красиво, я просто обожаю в такую погоду читать, знаете, когда на улице снег, там снегопад, дождь, мне настолько уютно сидеть дома под одеялом и читать какую-то книжку, вот, сейчас я хочу начать Оли Блэк «Жестокий принц», я очень надеюсь, что мне понравится эта книга, а точнее, вся эта серия, но я возлагаю на нее огромные надежды и почему-то чувствую, что она мне понравится. Знаете, а начало меня уже интригует Кассандра Клэр, которая это мой любимый автор, но вроде бы не с Холли Блэк в таких хороших отношениях, Холли Блэк даже пишет книги с Кассандрой Клэр, поэтому та же самая серия Магистериум, которую Холли Блэк и Кассандрой Клэр писали вместе. Как же это мило. Вообще все. Начинаю читать. Я читаю книгу, уже дошла до 280-й страницы, это уже больше половины. Могу сказать я, что мне безумно нравится, это первая книга Холли Блэк, которая мне серьезно очень сильно нравится. Ну, Холли Блэк я читала только Магистериум и Холодный город. Вот Холодный город мне вообще не понравилось, Магистериум тоже не очень понравилось, а вот эта книга мне прям безумно нравится. Я сейчас набираю себе ванну, буду читать еще в ванне, я думаю. Вот, прям знаю, если читаю, не хочу останавливаться. Также я сегодня убиралась в своей комнате, в кабинете, и завтра планирую снять реорганизацию своих книжных полок, перестановку своих книжных полок. Здесь у меня получится снять видео выйдет на моем канале, потому что книги уже не помещаются, как я говорила, я хочу там все поменять, переставить, и хочу снять это на видео, мне кажется, вам должно понравиться такое видео. ну что ж, я уже вышла из ванны, уже успела еще почитать в ванне, в принципе, много почитала, и сейчас еще вот читаю, просто я не ожидала, что сегодня прочитаю всю книгу, я сейчас нахожусь уже на 400-й странице, вообще планировала дочитать завтра, но уже сегодня, так как 12 часов, уже даже час ночи где-то, и понимаю, что не могу остановиться, мне осталось меньше 100 страниц, и сейчас я их буду дочитывать. дочитала эту прекраснейшую книгу, мне очень понравилось, просто, я, знаете, просто Холли Блак увидела совершенно другими глазами, сравнивая с тем же Холодным городом, книга, которая мне показалась очень скучной, затянутой, и так далее, мне она не понравилась, то это просто совершенно другое, это настолько динамичный сюжет, прекрасная главная героиня, прописанные герои, прописанный мир, вообще сюжет, все это настолько интересно, и я вот прочитала за день книгу, хотя вообще этого не планировала, просто она у меня улетела, пролетела безумно быстро, я даже не заметила, как. Завтра утром встану, я начну сразу же читать вторую часть, потому что мне очень сильно хочется, я уже даже сейчас хочу начать, но как бы сейчас уже начало третьего, и я понимаю, что нет, надо уже спать, пора спать, потому что режим, конечно, мне оставляет живать лучшего. Я вам не показывала аннотацию, можете поставить на паузу и прочитать, я так обычно делаю, потому что не хочу занимать время, рассказывая про сюжет книги, потому что это делаю я прочитанным. Так, ну все, пока что эту книгу я кладу сюда, ко второй, третьей части, но сейчас я уже скорее ложусь спать, потому что времени очень-очень-очень много. всем привет и да, и всем пока. В общем, я хочу сейчас закончить свой влог, потому что, если честно, я уже устала снимать, сейчас я снимала реорганизацию книжных полок, я очень устала, но безумно довольна, довольна тем, что получилось, мои книжные полочки теперь свободны, вот, и скоро выйдет, скорее всего, сначала выйдет этот влог, а затем будет уже реорганизация книжных полок, поэтому обязательно ждите их, здесь у меня все получится, получится их нотировать, и мне понравится, что в итоге получится. Сегодня мне нужно сделать уроки, некоторый доклад нужно сделать, и также я начну читать вторую часть, это у нас злой король Холи Блэк, думаю, уже об этой книге вы услышите в просчитанном, либо я от третьей части также буду снимать читательский влог, посмотрим, как пойдет, вот, но на этом было все, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.